День Победы, 76-я годовщина. Сегодня мы вспоминаем и благодарим каждого, кто в далекие сороковые, не зная страха, защищал нашу Родину. То поколение уходит, но память о героизме солдат будет жить всегда. Абакан отметил 9 мая скромно. Акция «Бессмертный полк» прошла онлайн. Массовые мероприятия отменили. На парад, который все же решено было провести, жители республики смотрели по телевизору. Тем не менее, праздничный торжественный марш на Первомайской площади состоялся. Подробнее о нем, а также о настроении людей в репортаже Петра Пермякова. Обычно 9 мая на площади не протолкнуться. Сегодня она полупустая. Парад до последнего был под большим вопросом. Но его, как главное торжество Дня Победы, все-таки решили оставить. При этом чисто приглашенных и зрителей максимально сократили. Поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы! Торжественным маршем перед собравшимся прошагали 16 парадных расчетов. Это порядка тысячи военнослужащих, сотрудников силовых структур, юнормейцев, кадетов и студентов военных кафедр высших учебных заведений республики, а также ветераны боевого братства. В надежных руках военнослужащих с нами победа! Ни один парад в Акане не обходится без техники. Ретро-экземпляры военных лет открыли торжественный марш и в этом году. Дорога жизни, по которой шло снабжение обладателя Ленинграда, была проложена именно этими грузовиками. В этом году в параде впервые участвовали конные расчеты. В Великую Отечественную из Хакасии для нужд фронта было отправлено около 20 тысяч лошадей и сотни тысяч тонн хлеба. Пока мужчины сражались на фронтах Великой Отечественной, в тылу ковали победу старики, женщины и дети. Мы по 12 часов стояли у сынка, работали. Работали, не покладая рук. Голод, холод, конечно, что говорить. Пережили очень многое. Мне было 5 лет всего. Я с 40-го года. Дети войны. Жили трудно. О чем думали? Только о хлебе думали. Он даже, знаете, мебель вытеснил. Ничего нету в квартире, кроме этого хлеба. Из Хакасии на фронт ушли почти 70 тысяч человек. Домой вернулись только половина из них. Советский народ задавил такую гадину фашистскую. Не только немецкая фашизма, но и всей Европы. Отец воевал все годы в 41-м. Он уже в 39-м году его забрали в армию. Потом он уже в 46-м только вернулся с войны. Очень благодарны за то, что мы есть. Есть наши дети. Я не могу говорить без слез. 9 мая надеваю парадную форму. Обычно висит она у меня. И прихожу сюда, чтобы почтить вот эту священную память. Самое главное, считаю, что в этот праздник передать то праздничное настроение, то дух победителей нашим потомкам. Это Великая Победа, которую очень было трудно и нелегко завоевывать. Поэтому такое достижение нужно помнить и чтить. Сегодня в Хакасии осталось всего 79 участников Великой Отечественной войны. На трибунах в Абакане не было ни одного из них. Петр Пермяков, Никита Сигай, Сергей Казмин, Вести Хакасия.